А якобы имеющимся в Израиле праве на самооборону, хотя как у оккупирующей державы, у него такого права нет. Понимаете, израильтяне, в общем-то, никогда не считали Россию дружественной страной. Не может нас учить, что такое человеческое состояние. Но мы вас спасли! Ни одна армия в мире! Мы вас спасли! Друзья, всем привет! Ну что ж, у меня очень активно включилось в тему конфликта на Ближнем Востоке. И по понятным причинам, сейчас я объясню и причины эти, но включились они, естественно, на стороне палестинцев, Хамас там обнимают, лобызают, атакуют Израиль в ООН. Но при этом у них реальная шизофрения. Захарова одновременно говорит, что у них отличные отношения с Израилем. И просто реальная шизофрения. Соловьев, который не может разобраться, какого народа. Она угречет, мой народ, ваш народ, ну то есть еврей, не еврей. В общем, это нужно видеть, как их там просто реально несет по кочкам. Сейчас обо всем подробно и о том, какую игру Россия играет на Ближнем Востоке, какие цели перед собой ставят. Ну и о том, как Соловьев уже сравнивает сектор газа с Донбассом. В общем, что общего, сейчас покажу вам. Друзья, не забудьте подписаться. Реально есть люди, у которых пропала подписка. Проверьте, есть ли у вас подписка. Вы можете думать, что вы подписаны, а нет. Поэтому проверьте это прямо сейчас. Нажмите кнопку лайк, палец вверх. Обязательно комментируйте, пишите, что вы думаете о том, что я вам сейчас расскажу. Ну и шерьте это видео, кидайте друзьям, знакомым, это важно. У нас как раз воздушная тревога, друзья. Ну ничего. Итак, мы начинаем. Даже воздушная тревога не остановит меня до того, чтобы записать для вас, друзья, эфир. И это важно. Итак, Россия договорилась в ООН до того, что Небензя назвал Израиль страной-оккупантом. И отказал Израилю в праве на самооборону. Да, все, вот Израилю самооборону нет, нет, нельзя. Напомню, это тот самый Небензя, который 25 февраля 22 года в ООН кричал, что Россия осуществляет самооборону на территории Украины, вторгаясь и Киеву, когда рвались российские танковые колонны. Это была самооборона. И, конечно, Россия имеет полное право на нее. А вот Израиль не имеет права на самооборону. Послушайте. Я могу также не остановиться на лицемерии Соединенных Штатов и их союзников, которые в других, совершенно иных ситуациях, обращают призывы к соблюдению гуманитарного права, создают комиссии по расследованию, налагают санкции в отношении тех, кто на самом деле применяет силу лишь в качестве крайней меры для того, чтобы остановить многолетнее насилие. А сегодня, видя ужасающее разрушение в Газе, многократно превышающее все то, что они гневно критикуют в других региональных контекстах, удары по гражданским объектам, включая больницы, гибель тысяч детей и ужасающее страдание мирного населения в условиях тотальной блокады, они словно в рот воды набрали. Все, на что их хватает, это твердить о якобы имеющемся у Израиля праве на самооборону, хотя как у оккупирующей державы, у него такого права нет, что подтверждено консультативным заключением Международного суда в 2004 году. Ну, понятно, безумие этого, но Россия играет большую игру, связанную с Ближним Востоком. Для России то, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, это, конечно, как говорят, подарок свыше. То, что там гибнут тысячи людей, им глубоко наплевать, они радуются этому, просто аплодируют. Я думаю, что они к этому и руку приложили, к тому, чтобы разжечь там этот костер и помогали Хамасу, чтобы и подталкивали его к атаке на Израиль. Ну, потому что дальше все просчитывалось. Атака Хамаса на Израиль приведет к ответной атаке Израиля на Хамас, который находится в секторе Газа, одно из самых густонаселенных мест на планете, очень небольшая территория, больше двух миллионов человек, средний возраст там порядка 17 лет, ну, то есть огромное количество детей, которые в рамках этой военной операции Израиля, конечно, на такой маленьком сжатом клочке гибнут. И, конечно, это ужас, который смотрит весь мир, и вот это все дальше раздувается, 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 раздувается. Это, собственно говоря, была цель России, думаю, что это еще будет найдено этому доказательство, ну, потому что, знаете, кому выгодно, но России очень выгодно. Потому что они отвлекают внимание мира от войны с Украиной, раз. Два, они опять как бы протягивают руку, ну, глобальный юг, да, ну, никого глобального юга, конечно, не существует как единого, Но то, что страны, там, третьего мира, арабские страны, конечно, арабы, арабские страны на стороне арабов Палестины, ну, что тут, собственно говоря, ждать, очевидно. А Израиль, это ближайший союзник Соединенных Штатов Америки, конечно, США, Израиль кинуть не могли, и Израилю начали активно помогать. А значит, это вызывает, опять же, столкновение интересов США и арабского мира. И это все на пользу, конечно, к сожалению, России. Это факт. Кроме того, здесь велика роль ООН, потому что в ООН там, да, проходят резолюции, мы видели, какая борьба идет на ассамблеях за резолюцию. Ну, а Россия, к сожалению, до сих пор сидит в безе ООН, и вот Небензия все это несет. И здесь ставки России выросли, она может и этим торговать. Плюс у России серьезные позиции в Сирии, ну, и, конечно, совершенно Израилю не нужна еще атака из Сирии. В общем, здесь Россия понадобилась многим, и она активно этим начала торговать, ну, главным образом, значит, пытаясь укрепить свои отношения с вот этой линией, да, глобального, условно, юга. И поэтому вот они активно вписались. Но параллельно, ну, это Россия не хочет окончательно, значит, как бы поссориться с Израилем. Хотя, какие еще могут быть у них, ну, после того, что вы слышали, это не Бензи. А вот посмотрите еще фото одного из лидеров Хамаса, который сейчас приехал в Москву уже после жуткого нападения 7 октября, в котором Хамас там резал и младенцев, и стариков. Их принимают Хамас в Москве, ну, все нормально, ну, просто друзья. И, конечно, Захарова выпустили, Захарова, он уже пресс-алкаше, можно сказать, все что угодно. И она, значит, втирает, что хорошее отношение с Израилем, доверительное. Посмотрите. Прочные двусторонние связи и контакты, проверенные и временем, не решены и проблемных вопросов, но у нас существует доверительный диалог по целому ряду направлений. И поэтому у меня нет никаких сомнений, что у нас двусторонние отношения, с учетом их, в общем, можно сказать, эксклюзивности. Потому что у нас, как я уже сказал, большое количество граждан имеют и гражданство России, и гражданство Израиля, большая. Я даже не скажу диаспора, а большое количество наших соотечественников живет в Израиле. Доверительные отношения, вот тут Хамас приезжает, а тут с Израилем доверительные отношения. Ну, шизофрения, конечно, но они пытаются как-то, значит, удержать отношения с Израилем. Конечно, в Израиле тоже не слепы, все все видят. И вот, послушайте, что рассказывает один из израильских журналистов о том, как в Израиле меняется серьезное отношение к России. Израиль, собственно говоря, понимает, что ему нужно тоже поддерживать, как вот сегодня его поддерживает западный мир. Ну, и западный мир поддерживает Украину. А Израиль старался, как бы, вот так, держать какой-то нейтралитет. Ну, понимают, что, в общем, это была ошибочная позиция. Израиль должен, конечно, поддержать Украину, как Украина сегодня поддержала Израиль. Посмотрите. Понимаете, израильтяне, в общем-то, никогда не считали Россию дружественной страной. Это не первый визит Хамаса, это не первый их контакт с Ираном. Всем известно, что они удерживали режим Асада в Сирии. Всем известно, что они шантажировали Израиль, в том числе и присутствием в Сирии, в том числе захватом нашей девушки, которую обвинили в попытке провоза 7 грамм марихуаны и выторговывали в обмен на это передачу прав на объект недвижимости в Иерусалиме. То есть, что из себя представляет Россия, в Израиле, в принципе, знают давно. Но отношение изменилось в той части израильского общества, которая говорила, что, наверное, Израилю все-таки не стоит влезать в конфликт, не надо бы сильно помогать Украине, чтобы не рассердить этого фараона и так далее. Сейчас мы видим очень влиятельных журналистов израильских, которые говорят, что это было неправильной позицией, что Израиль должен эту позицию пересмотреть и руководствоваться общими правилами Запада. То есть, в общем-то, начали повторять то, о чем мы все кричим уже полтора года. Это важное видео, это важные тенденции, которые там меняются. Еще немножко о шизофрении на российском ГОСТВ. Значит, тут все еще осложняется тем, что, ну, одним главным рупором Соловьев, ну, он же как бы еврей. Ну, извините, как бы, ну, потому что, ну, я не знаю, как евреи смотрят на такого еврея. Потому что, послушайте, что он несет, и как он ругается с еще одним евреем в своей студии, его типа экспертом, который защищает армию Израиля, а Соловьев, еврей, на нее нападает, на армию обороны Израиля. Ну, полное безумие, и посмотрите, как выглядит отвратительно эта сцена криков Соловьиного помета, и он говорит, наш народ спасли, мой народ, мы спасли. В общем, кто кого спас, непонятно, но понятно, что Соловьев, это какой-то позор еврейского народа. Посмотрите. Ни ваша армия, ни одна армия не может нас учить, что такое человеческое состояние. Ни ваша армия, ни одна армия в мире. Мы вас спасли. Спас ваш народ, который, мой народ, спас великий советский народ. Красной армией были все. И поэтому сейчас, когда израильская армия высокомерно, никто не смеет говорить русской армии. Это русский человек, белорус, еврей, молдаванин, кто угодно, 27 миллионов погибших. Мы уничтожили нацизм, и мы отомстили за 6 миллионов погибших евреев. Никто никогда не будет говорить высокомерно о моей армии. Я не понял, я знаю, как мы воевали. И никто никогда не будет говорить высокомерно о нашем человеке. Убийство детей непозволительно ни одной армии. В общем, да, вот такая шизофрения еще тут. Ну и Соловьева несет по кочкам по полной программе. Этот человек еще и умудрился сравнить Донбасс и сектор газа. Не с той точки зрения, что там много террористов. На Донбассе тоже они там платили террористов. ДНР и Хамас, в принципе, близнецы-братья, чего уж нет. Нет, ну у Соловьева другая точка зрения. Он сравнивает, значит, что площадь Донецка одинакова с площадью газы. И почему весь мир сейчас переживает и сопереживает детям газы, но не сопереживал детям Донбасса. И все это он рассказывает Пушилину, который даже тот немножко офигел от этого. И такой сидит, клыпает очиво. Посмотрите. Я беседовал с палестинским журналистом и вдруг посмотрел, а площадь сектора газа ведь равна площади Донецка. Разница в 7 квадратных километров. Вот три недели, как бомбят сектор газа, весь мир об этом говорит, народ выступает, погибшие дети. Все ужасно, согласен. Гуманитарная катастрофа. Восемь лет нацистские сволочи утюжили Донецк. Восемь лет. Все молчали. Все молчали. Анжелина Джоли, арабский мир, возмущенные представители еврейского сообщества в Америке. Не демонстрация, ничего. Все молчали. Та же самая площадь. То есть прям думаешь, знаешь, что параллели очевидны. Ну так. Что-то как-то подумал, знаешь. Аж до сердца дошло. Скажи мне, что происходит, какова сейчас ситуация? В общем, шизофрения на российском пропагандистском телевидении продолжается. Но Россия активно пытается использовать ситуацию на Ближнем Востоке. И нужно понимать, что определенные у них результаты в этом есть. И, конечно, для Украины чем быстрее закончится активная фаза на Ближнем Востоке, тем лучше. Ну, а Россия, конечно, подливает туда масло, в этот огонь. Ну, прям вот так, как может. Ну, прям по максимуму. Это нужно понимать. Конечно, это ось зла. Им чем больше где-то гибнет, чем больше страданий, хаоса, тем лучше. Они его как могут, где могут и инспирируют. Вот, друзья, реальность, она, ну, что делать? Мы держим строй.